В день примерно наш деброг посещает почти тысяча человек. В Семрук люди тянутся даже зимой, говорит глава Лаишевского района. Там, где снимали фильм, Зулиха открывает глаза, до сих пор стоят декорации. Постройки без фундамента хотели разобрать, но Семрук стал еще одним туристическим местом Татарстана. Мы тоже решили не демонтировать данные декорации. Мы уже в рамках данного проекта должны укрепить данный объект, исключить или обеспечить полную безопасность наших людей, наших туристов. Этим и займутся, если выиграют федеральный грант. Всероссийский конкурс проводят уже в четвертый раз по национальному проекту «Жилье и городская среда». Общий призовой фонд – 10 миллиардов рублей. Дает возможность самым мотивированным и самым профессиональным, и самым заинтересованным получить дополнительные средства на формирование комфортной городской среды. Конкурс проводят для малых городов с населением до 100 тысяч и исторических поселений. От Татарстана к концу мая подготовят 11 проектов. На победу претендуют Агры, Сарск, Бавлы, Белярск, Болгар, Елабуга, Заинск, Кукмар, Лаишево, Лениногорск и Чистополь. Часть будет софинансировать республика. За пять лет Татарстан направил более 14 миллиардов рублей на благоустройство общественных пространств. Из этих сумм у нас 9 миллиардов 765 миллионов рублей. Это чисто республиканские денежные средства. В прошлом году Татарстан заявил 12 проектов. 8 из них стали обладателями федерального гранта на 490 миллионов рублей. Так, теперь в Мамадыше облагородят набережную реки Вятка, а в Буинске – центральную площадь. Конкурс на получение федерального гранта похож на реализацию республиканской программы «Наш двор». Тут тоже главное условие узнать мнение населения. Но есть и особые критерии. Главное – место должно быть привлекательным для туристов и удобным для размещения бизнес-точек. Нужны люди, нацеленные на то, чтобы сделать свой город привлекательным не только для жителей, но еще и для гостей. Почему? Потому что при правильном управлении это дает жителям работу, дополнительный доход и стимулы к развитию. За три года участия в этом конкурсе победили 26 проектов. Из Татарстана кто выиграет в этом году окончательно решит Минстрой России. Олег Ирудинов, Александр Лобанов, ТНВ, Татарстан.